Флирт — это крутая штука. Институт брака, по-вашему, еще жив? В какой-то момент, периодически, я думаю о том, что если бы мы с мужем бы не расписались, может быть, мы были бы в какие-то периоды жизни ближе к разводу. Все-таки брак, он действительно как-то удерживает и скрепляет, особенно когда есть дети. То есть дети, понятно, раз, поэтому, мне кажется, брак нужен, но не сразу. Я еще пока не понимаю, когда людям необходимы вот это вот колечки на пальцах, но они в какой-то момент, наверное, все-таки необходимы. Ваш муж знает, что вы можете заплакать по заказу. Верит вашим слезам? Когда мы встречались еще лет 9 назад, 8, было пару моментов, когда мы там что-то там разбирались. Я рыдала, и он говорил, не надо актрисничать, что ты тут играешь. Мама тоже мне это говорила. Но я ему объяснила, что я не мешаю свои актерские навыки, способности с реальной жизнью, и никогда это не применяю. Для меня искренность, какая-то такая вот честность важнее всего. Понятно, что я могу... Я их применяю, вот когда с детьми играю. Вот там это я маленький ребеночек, заплакала. Дочка у меня, кстати, тоже научилась плакать. Мы тут с ней недавно вместе. Я говорю, а давай, хочешь, я тебя научу поплакать? Она говорит, а как это? Я говорю, давай, смотри, представь что-нибудь плохое. Вот. Но... Но нет. Но ей... Она заплакала только, когда вот так вот потереть глаза и об этом не моргать, тогда вот так у меня получилось. Женские слезы — это манипуляция? Нет, это не так. Нет, нет, нет. Сто процентов. Слезы у женщины — это далеко не всегда манипуляция. Просто слезы — это какое-то такое, мне кажется, уже острое, критическое... И искренние слезы. Острое, критическое состояние. И если... Обычно, когда ты плачешь, ты хочешь куда-то уйти, чтобы это... Сейчас заплачу, дождите. Видите? Ты хочешь уйти... И не можешь. И как бы тебе нужно побыть это самим собой. А если ты рыдаешь и рядом со своим мужчиной, то это прямо крика помощи, на самом деле. Ну, как правило, мужчина должен быть суперосознанным для того, чтобы считать это. Вот сейчас у меня это не манипуляция. Это просто мой раскачанный аппарат. Да я, кстати, может, потому что я потерла глаза. Вам случалось манипулировать людьми? Конечно, когда-то я манипулировала. Мы живем в мире, когда с самого детства нас учат манипуляции. Не специально. Родители детей. Дети считывают это с родителей и несут это дальше. Поэтому, действительно, я большую часть своей жизни жила через манипуляции, но это не осознанные манипуляции. Когда ты начинаешь работать над собой, изучать себя, чувствовать свои настоящие эмоции, распознавать их, то тогда ты понимаешь, что манипуляции... Это, наверное... Что такое вообще манипуляция, вот в моем таком понимании? Это действия несознательные. Это когда ты не понимаешь то своих настоящих желаний и выдаешь их через другое. Это какой-то тоже призыв о помощи. Разве не все женщины манипулируют мужчинами? Я думаю, что женщины более, действительно, умелые в манипуляциях, чем мужчины. Но мужчины тоже умеют манипулировать. Очень хорошо. Поэтому... Просто женщины, они более, наверное, такие гибкие, поэтому... И знают вот эти вот шаги и способы различные. Чувствуют, как это надо. Но я не могу сказать, что мужчины не манипулируют. Просто нужно идти, идти, идти к тому, чтобы дать человеку делать то, что он хочет. И тогда ты не будешь манипулировать. Делай сам то, что ты хочешь. И позволяй человеку, находящемуся рядом с тобой, находящемуся в отношениях с тобой, двигаться по желаниям своей души. Вы часто обижаетесь? Я стараюсь на все обиды смотреть, как на возможность увидеть что-то в себе, на что нужно обратить внимание. Недавно с мужем у нас был небольшой такой конфликт, и меня обидело. Меня редко что обижает, прям обижает. А тут меня прям обидело, и я аж расплакалась. Расплакалась, ушла. И такая думаю, так... Ага, я расплакалась. Меня это зацепило. Что же это такое? Что же это такое? Где же этот триггер? И поймала. Поймала это. Поняла, что муж здесь вообще ни при чем. По факту так получается. И немножечко посидела, с этим поплакала, пережила, подумала. Такая, а, все. И на следующий день у меня идет процесс вот этого вот лечения самой себя. И так здорово. И он видит, что я, оказывается, это нормальный человек. Умею не обижаться. Ну, в общем. Поэтому обиды – это крутая штука. Очень крутая штука. Если правильно их воспринимать. Потому что невозможно обидеть человека. Возможно только обидеться. Обидно ли вам, когда мужчина не замечает в вас красивую женщину? Фу-фу-фу-фу. Ну, это сложный вопрос. Потому что сейчас я только так и общаюсь с мужчинами. Я не общаюсь через какие-то такие… То есть я общаюсь с человеком как с профессионалом, как с душой, как с… Ну, и считаю, что он со мной тоже… Хотя я, конечно, считываю, когда мужчина меня воспринимает, в первую очередь, как женщину. Но это не меняет мое отношение. А что было тогда? Что было тогда? Но я могла обижаться, наверное, только в том случае, если мужчина мне нравился, а он воспринимал меня как профессионал. Ну, только, наверное, если так. Ну, наверное, да, бывало. С одним бывало. Вспомнила, вспомнила, поэтому и это пошло. Но он мне нравился как мужчина, но я не могла себе этого позволить этому пойти дальше. Я вообще считаю, что флирт – это крутая штука. Флирт, который, конечно, не переходит грань. Энергия секса – она одна из самых, самых, конечно, классных, самых созидающих. Поэтому флиртуете, друзья. Ваша попытка совершить суицид в юности – это было всерьез? Я, конечно, не хотела заканчивать жизнь. Это были манипуляции абсолютные. И даже последний раз суицидом я манипулировала со своим мужем. Это было 9 лет назад. Да, да, я манипулировала. Ну, это… Мы сейчас с ним вспоминаем. Он, конечно, испугался. Я не знаю, что… Господи, что… Я тогда выпила. Я была пьяненькая. Мы там тусовались в клубе. Вот. И что-то там я его приревновала. Я была ужасно ревнивая. Я его приревновала. И он меня как-то прямо вот обидел так. Все. Все собрала. Все наше интервью в той ситуации. И он меня обидел. И я пошла. И, типа, обритывай себя. Он испугался очень. Я вспомнила вот это вот. И это было… Первый раз я резала, когда мне было 15 тоже бритвы. Чуть-чуть там она течет. Но это выглядит очень страшно. Вот. Я никому, кстати, это не рассказывала. Это я первый раз сейчас рассказывала. И он, конечно, очень испугался. И, блин, мне стыдно сейчас за этот поступок. Ну, мы смеемся. Нам там поехали. Мы зашивали. У нас была потом такая романтика. Мы тут так обнимались. Но это не стоило того. Это не нужно было делать. Но через вот эти все шаги, конечно, мы идем к тому, чтобы понимать, распознавать вот это вот. Вот эти свои интересные выходки. Вам легко просить? Я не люблю просить. Это вот есть у меня. Не знаю, с чем это связано. Возможно, это еще не проработанное эго. Я очень легко могу просить за других. Всегда. Защищала. Защищала других. Даже дралась там, защищала подруг с другими девчонками. Но никогда не за себя. Но если так выходит, что мне нужно попросить, то это будет без ущерба для себя. Я сделаю это, потому что если это мне действительно надо. Но, конечно, во мне есть вот эта черта, что я все сама-сама-сама. К кому вы обращаетесь прежде всего? К родителям, к мужу, к друзьям. У меня много, на самом деле, прекрасных друзей. Ты знаешь, у меня немножко еще курсы психотерапии. У меня раньше была тоже одна такая проблема. Люди. У меня, вроде, были друзья, но я так плохо к ним относилась. Презрительно. Могла за спиной говорить. И я, на самом деле, не любила людей. Вот так, хорошего. Внутри где-то любила, но проживала жизнь так, что не любила. И я в какой-то момент поняла, что какая-то это хрень. Что это надо менять. И начала работать прямо вот целенаправленно над своими отношениями с людьми. Но больше это относилось к женщинам, на самом деле. И вот эта проработка отношений с женщинами. Выработка отношений... Своего отношения к себе, как к женщине. Это все, на самом деле, одна единая структура. И я это сделала. И это такое прекрасное чувство. Такое вот это чувство целостности, когда ты вообще не видишь... Ну, ты видишь в людях прекрасное и хорошее. И, как оказывается, потом... Ну, это тоже известная штука. Там, где страшно, там, где идет сопротивление, там вся твоя сила. Откуда у женщин возникает нелюбовь к своему же полу? Женской дружбы не существует. Дружи с подругой, ну, в семью не вводи. Там, все бабы, там, такие-сяки. То есть, может быть, вот эти вот установки, которые идут к нам из поколения в поколение, так влияют. Я слышала это все от мамы. И мама в моей жизни выстраивала вот эти вот взаимоотношения с женщинами, конечно, в первую очередь. Мамочка у меня прекрасная. Я ее очень сильно люблю. Она такой сильный для меня учитель. Она так многому... Так повлияла остро на понимание того, что я себя не люблю, что я себя не принимаю. Соответственно, я не принимаю других женщин. Это абсолютно связанные вещи. Женская энергия, она очень-очень сильная. Она очень сильно созидающая. В мире совершенно нет конкуренции. Я долгое время жила с тем, что красивые женщины меня бесили. И я себе не хотела признаваться в этом. Хотя я считаю себя, ну, не страшненькой, там, не это... И как бы не считала себя. Я поняла это несколько лет назад. Просто я там пришла к какому-то там человеку, и у меня вдруг раз это вышло. И я сказала эту фразу и думаю, да ладно, неужели... Иногда ты просто этого не понимаешь. Оно где-то есть, а ты этого не понимаешь. С женщинам нужно объединяться. Не просто так эти круги, там, женские круги. Я к ним всегда очень скептически относилась. Но они действительно творят. Они творят чудеса. Они делают тебя наполненней. Они помогают тебе принимать себя, любить себя, любить других. Жить с тем пониманием, что конкуренции в мире нет. Ее нет. Пойти с мужем в ресторан или постоять на гвоздях? Постоять на гвоздях. Мы дома едим. Мы как бы спокойно крестиком. Постоять на гвоздях с мужем. Ну, это лучше всего. Какие вредные привычки у вас остались? Я курю кальян. Это... Я вообще раньше курила сигареты. И долго. 13 лет. Потом бросала. Это все мое. Тянулась, тянулась. Потом я забеременела. Я вообще все бросила. Потом родила второго. Начала курить эти... Вот эти вейпы. Бросила вейпы. Потом... В общем, это моя вечная, вечная борьба. У меня остались кальяны. Я понимаю, что они мне не делают лучше никак. Никак. Нигде. Но... Позвольте мне иногда быть человеком. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ну, нет. Я... Ну... Я избавлюсь. Избавлюсь. Как часто вы делаете необязательные покупки? Ну, я вообще... Я говорила. Я импульсивный человек. Поэтому необязательные покупки я делаю достаточно часто. Это есть такая у меня фишечка. Не совсем осознанное потребление. Я над этим работаю. Это... Но это... Покупки для себя я уже давно отмела. То есть для себя я... А для детей это, конечно, еще пока... Им пока все надо. У меня могут быть спонтанные путешествия. Это считается покупкой? Куча билетов в бизнес-классы. Это... Я могу. Вот у меня... А... Да. Получить. Да... Да пошло, ну все. Деньги придут. Я беру билеты все в бизнес-классы. Все гуляем. Или это иду куда-нибудь в кафе, в ресторан. Ребят, все плачу. Я так вот делаю. Рок или хип-хоп? Аудиокнига. Извини. Нет, а так, если это урок. Угу. Но я просто почти не слушаю музыку. Не знаю, это очень странно, но я уже несколько лет не слушаю музыку. Современная женщина. Какая она, по-вашему? Это женщина, которая принимает себя и женщиной. Чуть-чуть женщиной и чуть-чуть мужчиной. Она может быть слабой и она может быть сильной. Она может быть зависимой, а может быть независимой. Она может быть любой. Она, не знаю, мне кажется, что сейчас идет такая тема вот этой осознанности. И среди моих подруг, ну мы сейчас все находимся примерно в среднем возрасте, да, там 30 от возраста Христа плюс. Вот. И мне кажется, современные женщины, которые окружают меня, они очень наполнены на самом деле любовью. Мне кажется, это вот современная женщина, она должна быть наполнена. Какие две главные эмоции остались у вас после проекта «Звезды в Африке»? Первое, я поняла, что такое свобода. Я настолько ясно это ощутила, когда я вышла из лагеря. И вот эти первые сутки, которые я могла… Я проживала, я поняла, что я могу делать все, что я хочу. Я могу двигаться, куда я хочу. Я могу есть то, что я хочу. И вот это оказалось настолько ценным. Я не думала, что то время, проведенное в лагере, настолько сильно даст ощущение тюрьмы. Но это совершенно непривычные условия. Ты находишься в закрытом, открытом пространстве с не особо знакомыми тебе людьми. Ты не знаешь, что будет происходить. Ты не можешь делать то, что ты хочешь. Совершенно. Ты не можешь есть то, что ты хочешь. Ты должен действовать по режиму. Ты должен все время делать то, что тебе говорят. Ежедневно, ежечасно, ежеминутно. У тебя нет ничего, тебя нет гаджетов. Слава Богу, были как бы книги. И это была, на самом деле, одна моя единственная радость. Все остальное было… Нет, там было классно. Там было классно. Но это та самая свобода, которую я пыталась насладиться, выхватить из этого периода. Но то, что я получила, конечно, по итогу… Это очень крутое ощущение свободы. Это мне пригождается по сей день, по сию минуту. А второе, что я вынесла. Я поняла, как устроено шоу. Я первый раз принимала участие в реалите. Я не знала, как это будет, что там будет происходить, и как себя нужно вести. И я поехала с той основной идеей, что я хочу остаться самой собой. При любых обстоятельствах не нарушить отношения. Ну, то есть я не знала, конечно, и поняла, что я буду голодать, и, возможно, голод как-то повлияет на мои гормоны, на мое поведение. Но у меня была миссия остаться самой собой. Это здорово, но для шоу это скучно. Это лично мое мнение. Если ты едешь участвовать в шоу, возьми какую-то свою черту, гипертрофируй ее, и это будет прикольно. У меня тоже очень много всяких разных. Я актриса, я могу любую свою достать, увеличить и пихнуть это. Например, Роза Собитова. У меня так многие люди спрашивают, а что она правда такая мерзкая? Она правда кооперативная? Я думаю, что нет. Я все еще думаю, что нет. Она, когда пришла в шоу, у меня там начали про нее, фу, да, она, да, она, она там типа кичится деньгами, да, про собняк. Я говорю, ребят, ну подождите, ну она может, она хочет себя поставить как-то. Я изначально старалась ее видеть как бы в первую очередь просто, ну, человеком. Ну, в смысле, душой. Вот. И когда она ушла, я все равно понимаю, что вот то ее поведение, то, как она себя ведет, это ее образ. В общем, возможно, этот образ точно так же как бы и внедряется в ее реальную жизнь. И это нормально. Это нормально. Вот. Поэтому бери какую-нибудь черту, увеличивай ее, и ты будешь очень ярким персонажем на проекте. Это телик, это должно быть интересно, это шоу. Какой совет вы бы дали молодым девушкам в плане денег и отношений? Будь независима. Это очень важно, чтобы мужчина не чувствовал себя сильнее и материальнее, чем женщина. А женщина не должна находиться в зависимости. Не нужно выстраивать вот эти отношения, которые основаны на дай. Если все это, любые отношения, это взаимообмен. Все в мире взаимообмен. И отношения в том числе. Поэтому отношения не должны быть завязаны на деньгах. Они должны быть завязаны на какой-то все-таки внутренней помощи, наверное, друг другу. Деньги — это энергия. Поэтому там, где честно, там, где хочется, туда деньги придут обязательно. Что еще по поводу денег? Сейчас зачем тиражу какой-нибудь интересный советик. Относить к деньгам легко. Чувствуй себя всегда богатым, если ты хочешь денег, конечно. Не все люди, на самом деле, хотят быть богатыми. Ну, это факт. Если ты хочешь быть богатым, то чувствуй себя таким. Чувствуй себя каждый день. Не обязательно там скупать. Ну, в общем, фильтруй те мысли, которые тебе мешают создавать ту жизнь, о которой ты и мечтаешь. То, что ты человек — это человек творения. Если то, что ты творишь внутри себя, то ты получаешь уже вот в этом внешнем мире. Поэтому создавай денежки внутри. А реальные действия совершать не надо? Конечно, нужно действие, конечно. Ну, просто мне... Я об этом не говорю, потому что я, в принципе, человек действия. Я не знала когда-то давно, что... Ну, то есть не осознавала то, что, оказывается, там все рождается, а через действие... Но я получала все, потому что я... Ну, то, что я хочу, потому что я делаю все время. Как вы относитесь к теме трансгендеров, если речь идет о детях? Я бы не стала своим детям говорить, предлагать им выбирать мальчику или девочку. Он же рожден в теле девочки или мальчика. И предлагать что-то ему, давать выбор. Во-первых, ну, мне... Это мое мнение. Ребенок несет, и любой человек несет в себе информацию из прошлых воплощений. Я верю в реинкарнацию, простите. Возможно, кто-то со мной не согласен. Я просто проходила регрессию, и я точно знаю. Человек несет в себе информацию из прошлых воплощений. И, возможно, он, будучи в маленьком возрасте, может что-то напутать. Потому что некоторые дети, я знаю, считают себя... Кто-то говорит, я знаю, я полицейский. Или я знаю, я ковой. И какие-то имена. И потом они могут что-то напутать и переложить это в эту жизнь. Ну, значит, так получи. Хорошо. Он его приложил, значит, ему надо еще это для чего-то. Это нужно. Вы хотели бы усыновить ребенка? Это моя мечта. Я очень хочу усыновить ребенка. Я думаю, что я когда-то это сделаю. Ну, попозже. Конечно, попозже. Понятно, что это очень непростой шаг. Мы обсуждали с мужем эту тему, и он абсолютно не против это сделать. Но я понимаю, что это ответственный шаг. И я хочу взять ребенка тогда, когда я буду полностью готова к этому. Я понимаю, что у меня есть еще какой-то процентов, наверное, 20-30. У меня это свои дети пока еще учат очень многому. И спасибо им за это. Но я всегда хотела, я всегда мечтала. Я говорила себе, что если у меня жизнь сложится так, я говорила себе, конечно, про материальные блага, что я смогу обеспечивать еще чужих детей, то обязательно это сделаю. Так что обещание вселенной надо держать. Мы снимали в приюте в доме малютки. Те эмоции, которые я там испытывала, они, конечно, все непередаваемые. Это... Детям надо помогать. Если есть возможность. Если есть такое внутреннее желание. Обязательно. Да. А неизвестные генетики не боитесь? Я не боюсь генетики. Я живу по тому принципу, что если ко мне это пришло, значит, это мое, значит, это мой путь. И я должна это поработать. У меня когда-то, когда я была беременна второй, на втором ребенком Машенькой, я была, не помню на каком, ну, уже какая-то приличная срок, у меня была приличная неделя. Я сделала тест, и мне сказали, что у меня ребенок с синдромом Дауна. Это было, конечно, сильное переживание. Я ощутила это, поняла всех женщин, которые... Которым вынесли тоже такой диагноз, и три недели мы должны были ждать. То есть мне сделали УЗИ, увидели там какой-то параметр, который... показатель, который свидетельствовал о том, что, скорее всего, это ребенок с СД. И три недели нужно было ждать окончательных результатов. И три недели я жила с этим чувством. Мы никому не сказали. Я почитала все форумы, но я сделала... Мы с мужем приняли решение, что мы не будем делать аборт. Значит, это наш путь. Значит, мы должны жить с этим ребенком. Значит, он нам нужен, должен быть у нас именно такой. Насколько, по-вашему, связана духовность и религия? Начну, наверное, со своего опыта, со своего жизненного опыта. Я, естественно, крещеная. Но меня как-то в церковь особо не водили. То есть мы росли... Я росла в Санкт-Петербурге во времена 90-е, Адмантинский Петербург. Папа у меня как бы был такой, ну, вот такой, малиновые пиджаки. Все, все как положено. Поэтому про церковь разговоров дома почти не было. Вот. И как-то я так... Какой-то у меня был тяжелый достаточно путь, когда я была подростком. Ничего святого, как бы моральные принципы перешагивало. Многие к людям относилось не очень по-доброму. Вот. Но потом со временем все начало меняться. Для того, чтобы познать светлую сторону, надо понять, естественно, темную. Вот. И я вышла замуж, и у меня была свекровь. И эта свекровь меня приобщила к церкви. То есть я ходила по воскресеньям. Каждое воскресенье на службу. Восемь утра. Каждое воскресенье. Ну, как бы это... Это подвиг было для меня. Я это делала... Просто ходила. Просто ходила, ходила, ходила. А потом в какой-то момент у меня что-то случилось. У меня что-то перещокнуло. И я понимаю, что на самом деле тот брак, который у меня случился, он был мне дан не потому, что мне надо было там что-то там со своим бывшим мужем. Наверное, там тоже что-то было. Но в первую очередь он был мне дан для того, чтобы я встала на духовный путь через свою свекровь. И то есть через церковь я пошла дальше. Я начала изучать... Мне было 25. Все это шло почем постепенно, постепенно, по нарастающей. Вот. И получается для меня в моей жизни религии это один из возможных путей для того, чтобы открыть духовность, полную духовность человеке. В мире так, сейчас так. Получается, что религии нас разделяют. И когда они все соединятся в одну общую духовность, это будет совсем, мне кажется, другое состояние сознания в мире и у людей. Есть ли разница между духовностью мужчины и женщины? Во-первых, мужчины и женщины, в принципе, несут в себе совершенно разные роли в человеческих воплощениях. А духовный мужчина и духовная женщина... Мне кажется, что женщины, они, конечно, более духовные. Не хочу, ни в коем случае не хочу обидеть мужчин. Просто им дано это больше изначально. И мужчина получает эту духовность свою собственную во многом благодаря женщин. Через мать, через любимых женщин, которые он и встречает. У них этот канал соединения есть изначально. Мужчинам надо искать его через женское воплощение. Вот мне кажется, что вот так. Духовные мужчины. Те мужчины, которые я знаю, которые вот уже встали на этот путь. Боже, я их обожаю. Просто это... Я прям богатворю. Они очень сильные. Они такие вот... Не знаю, как будто бы у меня есть ощущение, что я тут и стремлюсь. Вот эти садгуру. Я же просто смотрю и таю просто, когда смотрю на садгуру. Или там в моем окружении тоже ребята. Они все такие прокачанные. Просто духовный мужчина, это тот мужчина, который позволил себе увидеть женскую сторону внутри себя. В чем крутизна этого факта? Общество навязывает то, что мужик должен быть мужиком. Ты ни в коем случае не баба. Но человек не может состоять из только одной энергии. Женское, мужское. И когда ты принимаешь обе эти стороны, ты становишься цельным. Ты становишься тем, кем ты должен... Тем, кто ты есть. Ну, не совсем, но, в общем, тем, кто ты есть здесь. А женщина, безусловно, должна принимать себе и мужскую часть. Ради хорошей роли вы смогли бы поправиться на 30 килограмм? Или побриться наголо? Нужно идти за сердцем. Если тебе очень хочется сыграть эту роль, если ты чувствуешь, что тебе это принесет удовольствие, какая разница волосы, тело. Ну, как бы... Я достаточно легко отношусь к каким-то вот таким, ну, материальным вещам и телу в том числе. Если надо что-то проколоть, ну, проколю. Если надо что-то отрезать, отрежу. Главное, чтобы это было... шло оттуда. Вы употребляете алкоголь? Я расскажу так. Я еще не проработала страх смерти. Мне кажется, когда я это сделаю, это будет большой шаг в развитии своей духовности. Я боюсь летать, поэтому я пью в самолетах. И пью так, чтобы вообще не помнить полет. Ну, иногда вот настроение как-то просто, чтобы компанию поддержать. И что я пью? Ну, я могу выпить вина, бокальчик белого или красного, ну, или шампанского, ну, так. Недавно, правда, кстати, мы были в Таиланде, и папа мой с мужем решили выпить водочки. И я, я же вообще, ну, как бы не пью. Я говорю, а давайте я с вами, говорю. Я говорю, давайте я с вами. Я выпила эту стопку и сижу, и прям... Кошмар. Ну, вот, то есть... Мне не нравится вот это затуманенное состояние, когда ты... Не знаю, я уже становлюсь не собой. Не знаю, почему так. Вы отказались от алкоголя благодаря духовным практикам? Да, абсолютно. То есть меня... И когда вот я начала так прям плотненько-плотненько-плотненько меня тут начало затягивать, у меня было однажды... Я прям помню этот момент. То есть я под нему тихонечко-тихонечко так шла-шла-шла. Потом один раз мне приснился сон. Я находилась... Я прям до сих пор его очень хорошо помню. Я находилась в каком-то таком темном пространстве. И такое, как золотой такой лифт. Стеклянный, прозрачный. Я как будто в него захожу. И еду на этом лифте. Высоко, высоко, высоко. Я поднимаюсь туда куда-то далеко, далеко. Какое-то вот это вот звездное, темное звездное небо. И эти ощущения, которые были во время этого сна, они непередаваемы. Они настолько вот были теплые. Ну, в общем, я вот ощутила вот это вот. Я есть все, все есть я. Именно во сне. И с этого момента у меня пошло резко. Резко наверх. И вот тогда я перестала пить. Можно ли сочетать бокал вина и занятия йогой? Я считаю, что совместимо все. Все, что хочется, нужно делать. Даже если человек находится в каком-то таком состоянии, что ему нужно там каждый день пухать, пить алкоголь, значит, ему это надо. Значит, он через этот путь поймет то, что ему нужно понять. Не хочу, стараюсь никогда никого не осуждать. Это действительно, боже мой, нет в жизни правильного, нет в жизни неправильного, нет плохого, нет хорошего. Это просто наша жизнь прекрасная. И когда это человечество поймет, это будет огромное счастье, конечно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова